Сколько нам еще ходить в масках? Стоит ли ожидать возможности поехать за рубеж? Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России. Сбербанк вошел в мировой топ-10 банков. Каковы потери бюджета России от дешевой нефти? Эти и некоторые другие новости разбираемся сегодня этим утром. Доброе утро, рад всех вас приветствовать. Давайте поговорим о том, что у нас происходит и чего можно ожидать. Роспотребнадзор говорит нам, что россиянам придется соблюдать масочный режим еще в ближайший месяц или два. Так что будем ходить в масках и одновременно. Одновременно это было заседание, посвященное восстановлению туристической отрасли. Сейчас летом понятно, что все так или иначе захотят отдыхать в теплое время и надо что-то придумывать. Миша Устин при этом призвал россиян не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса. Поскольку, во-первых, после возвращения придется сидеть в карантине две недели, а во-вторых, вообще непонятно, насколько удастся вернуться. Так что с поездками за рубеж у нас тоже все не так просто в этот раз. Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики страны. Глава счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин рассказал о своих взглядах на приоритеты развития экономики страны. На его взгляд есть четыре стратегические цели. Первое. Быть здоровыми и жить долго. Второе. Не быть бедными и чтобы наши доходы росли. Третье. Нам нужна растущая инновационная, в том числе цифровая экономика. Четвертое. Нам нужны адекватные госуправления и институты. Но институты имеются в виду не вузы, а институты управления страной. Остальные цели безусловно важны, но производны от вышеупомянутых. Об этом нам говорит Кудрин. Наверное сложно тут чему-то сказать, что нет, мы этого не хотим. Не хотим быть здоровыми и жить долго. Или не хотим растущую экономику. Конечно, это все хорошо. Вопрос в реализации. Поскольку у Кудрина было уже несколько таких глобальных стратегических документов выпущено. О планах развития страны. Но, к сожалению, большинство этих планов пока не было реализовано. Поэтому идеи хороши. Осталось довести это до какого-то вразумительного результата. Чтобы это было принято и начали реализовывать. Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов. Мы некоторое время с вами назад обсуждали, что в системе страхования вкладов увеличивается лимит с 1,4 миллиона до 10 миллионов. Но в некоторых случаях. То есть это не во всех случаях происходит. А в некоторых случаях. В частности, если вы продали недвижимость, то в течение трех месяцев эти деньги защищены на 10 миллионов. Ну и еще там в ряде некоторых случаев. Так что это начинает действовать теперь. Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки. Теперь рефинансировать можно по ставке 8,5%. Поэтому посмотрите, если у вас вдруг есть ипотека по более высокой ставке. Попробуйте рефинансировать ее в Сбере. Можно и в других банках, естественно, тоже пытаться снизить ставку. И сделать так, чтобы у вас ставка была заметно повыгоднее для вас. По крайней мере, я неоднократно это делал. И вам рекомендую стараться регулярно обращаться в разные банки. Запрашивать возможность рефинансирования. И соответственно, чтобы вам все более выгодные условия у вас были. И вы меньше платили по вашей ипотеке, либо по другим кредитам. При этом, сразу обращу внимание, в чем здесь есть может быть подвох. Подвох может быть в том, что вам придется платить страховку. То есть, когда вы будете заново оформлять кредит, вам будут пытаться навязать страховку. Банки в этом плане очень серьезно обманывают людей. Ну почему обманывают? Они пытаются впарить дорогущую страховку. Напишите, наверняка многие из вас сталкивались с этой ситуацией. Мы уже где-то месяца полтора назад ее обсуждали. Ты берешь кредит, если банк пытается тебе, например, миллион рублей кредит берете. И банк пытается вам впарить страховку 200 тысяч. Или там 150 тысяч. Какая-то совершенно неадекватная сумма. Причем, надо понимать, что из этих, ну пусть допустим 150 тысяч, из этих 150 тысяч, реальная страховка будет стоить 2 тысячи. Все остальное это будет откат банку от страховой компании. То есть, это просто откровенная банка. При этом здесь можно с ними торговаться, можно прожимать, можно отказываться потом от этой страховки. Что обязательно имеет смысл делать. Сейчас благо, но законодательство изменилось некоторое время назад и действует период охлаждения. То есть, через, в течение двух недель после того, как вы купили страховку, вы вправе от нее отказаться и вам обязаны вернуть деньги. Однако, тут нюанс в том, что после этого вам банк может с ней повысить ставку процентную. Тут уже надо считать, что для вас выгоднее. Тем не менее, имейте ввиду, что вот при рефинансировании вам будут пытаться впарить страховку, скорее всего. Если ее рефинансировать, то, ну вот тут надо уже считать, насколько это выгоднее для вас получится. Напишите, пожалуйста, кстати. Сталкивались ли вы с тем, что берешь кредит и тебе впаривают какую-то гигантскую страховку. Вот как это было в ваших случаях, поделитесь, пожалуйста. Сбербанк, тем временем, вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров. То есть, у Сбербанка все шоколадно. Показал среднюю доходность за 5 лет на уровне 41%. Вот что значит быть монополистом в стране. И занял шестое место в общем рейтинге. И первые среди банков. Он обогнал, например, Adidas, Adobe и крупнейший банк, китайский банк of Ningbo. Со средней доходностью 25%. Вот так у нас великолепно работает Сбербанк. Подсчитаны потери бюджета России от дешевой нефти. По оценкам специалистов, в 2020 году они могут превысить 50 миллиардов долларов. То есть, это около 3,5 триллионов рублей по текущему курсу. То бюджет страны у нас, доходная часть бюджета страны в прошлом году была около 39 или 37. Вот сейчас у меня точная сумма вылетела. То ли 37, то ли 39 триллионов рублей. То есть, по оценкам примерно 10% страна потеряет доходов от потери дешевой нефти. Однако, как это посчитано, я не знаю. Потому что здесь есть прямые потери. Например, налог на добычу полезных и закопаемых. Которые, очевидно, можно посчитать. А есть косвенные потери. Это, допустим, налог на прибыль организаций. На НДС. От тех организаций, которые занимаются напрямую или косвенно, занятые на нефтегазовом рынке. Либо обслуживают компании, занятые на нефтегазовом рынке. То есть, здесь косвенные потери, скорее всего, будут больше. Но как были произведены подсчеты, непонятно. Поэтому пока смотрим на эту цифру. То есть, около 10% потеряет страна доходов. Это относительно еще не очень много. Потому что мне казалось, что потери будут больше. То есть, грубо, общие доходы страны от нефтегаза около 40%. Примерно, нефтегазовые доходы. Соответственно, если цены на нефть упали у нас практически в два раза. То, соответственно, потеря доходов тоже, скорее, это будет не 10%, а что-то типа 15-20%. Но это очень грубый такой просчет примерный. Здесь, кстати, мне несколько раз писали комментарии, что нет, Россия не зависит от нефти. В ВВП нефть это всего лишь 5-10%. Здесь важно не путать ВВП и доходы страны. Это разные вещи. Валовый внутренний продукт. Это совокупная стоимость всех произведенных товаров и услуг внутри страны за год. То есть, это, грубо говоря, оборот внутри страны. Но это не доходы государства. Доходы государства это доходы консолидированного бюджета страны. Они составляли, вот мне надо проверить цифру, то ли 37, то ли 39 триллионов в 2019 году. Новая Москва показала падение. Спрос на жилье в новостройках в Новой Москве сократился на 66%. Несмотря на программу льготной ипотеки и более низкие цены на жилье. Рынок жилья более уязвим по сравнению с продажами внутри МКАДа. И в России упала выдача ипотеки. Особенно сильно затронули сокращение пошло в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Ну, в большой степени это связано со сильными ограничительными мерами, которые в данных регионах, наверное, самые такие жесткие были по сравнению со всей страной. И многие просто не могли произвести сделки. То есть, не работали МФЦ. Сложно было там с показами объектов и так далее. Но, тем не менее, пока идет такая довольно заметная просадка. Запад опасается потерять доминирование после пандемии. Это вот интересно посмотреть, как звучит риторика в зарубежных новостях. Это фрагмент из одного из американских журналов. Пандемия коронавируса может привести к самым большим изменениям в мировом порядке со времен Второй мировой войны. Китай, Россия, Иран и другие противники Америки надеются, что в постпандемическом мире изменится баланс сил и у них появится преимущество. США не могут игнорировать эту перспективу и сосредоточиться лично в внутренних проблемах. Вашингтон должен возглавить усилия для того, чтобы после коронавируса мир и так же стремился к свободе, процветанию и глобальной безопасности. Это как работает пропагандистская машина. Можете смотреть. Американский век заканчивается, наступает азиатский. Такое мнение высказал шеф дипломатии Евросоюза. По его словам, об этом давно говорят, а коронавирус усилил этот процесс. Если 21 век окажется азиатским, а 20 был американским, то вполне вероятно, текущая ситуация может запомниться как поворотный момент этого дела. Также пандемия показала, что мир становится все более цифровым, а также более управляемым государствами. И главный вопрос, кто будет контролировать цифровые сети. Мир может стать менее свободным, менее процветающим, более неравноправным и более фрагментированным. То есть, текущие проблемы могут, ну даже то, что мы у нас видим, начинают все больше и больше с разных сторон закручивать гайки. Все больше ограничений, все больше штрафов, меньше свободы, ну вот о чем он говорит. Меньше денег. Так что ситуация ужесточается. Хотя я всегда считаю, что чем сильнее закручиваются гайки, тем менее эффективно работает экономика. Но зато стабильно, может быть, по мнению руководства страны. Итак, давайте один вопрос прокомментирую и на этом сегодня будем завершать. Подскажите, могу ли я предоставить в банк документы о доходе со сдачи квартиры, чтобы получить большую сумму в кредит. Квартиру сдаю официально, плачу налог с прибыли. Тут зависит от того, как вы сдаете. Я, например, сдаю свои объекты как индивидуальный предприниматель. Плачу с каждого дохода налог 6%. И этот доход я показываю банкам как доход себя как ИП. И, соответственно, получаю кредиты, когда это необходимо для реализации новых инвестиционных проектов. Если вы сдаете как физлицу и показываете, платите НДФЛ 13% с дохода, то здесь надо понимать, что не все банки это будут принимать, к сожалению. Далеко не все банки такой доход принимают для учета совокупного дохода гражданина. И для расчета той суммы, которую ему предоставить. То есть, вот этот нюанс. Имейте в виду, что вам может это, к сожалению, не зачесться. Вот так. Кому актуальна тема налогов, давайте я ссылку про налогообложение сброшу отдельно под данным видео в описании. Посмотрите, я подробно рассказывал разные варианты, как можно платить налоги. Как ИП, как физлицу, как самозанятый. Сравнение разных вариантов. Посмотрите, пожалуйста. На этом на сегодня все. Всем удачи. Хорошего дня. С вами был Николай Мрачковский.